А у вас бывало такое? Идёте вы по улице и понимаете, что эта ситуация уже случалась. Эта милая девочка, этот мужик с пузырями, и даже эти ребята проходят ровно так же. И тут вы думаете, да я это уже видел. Или нет? Причём самое интересное, когда подобные ситуации происходят в чужом городе, где вы 100% никогда не были. Подобное явление называют дежавю, что в переводе с французского означает уже увиденное. Но почему так происходит? Существует несколько версий, откуда берётся дежавю. Некоторые считают, что это кадры из нашей прошлой жизни или параллельной вселенной. Но если это так, то получается мы каждый раз проживаем одно и то же. Одно и то же. Тоже. Другая версия более логична с точки зрения науки. Дело в том, что наши глаза это всего лишь инструмент для собирания информации. А то, каким именно видим мир, решает мозг. Всё, что видят наши глаза, передаётся по нервным окончаниям в затылочную часть мозга. Именно здесь находится наш визуальный процессор. Но это не первая остановка информации перед конечной обработкой. На пути к затылку информация из глаз проходит через миндальную, где картинка обрабатывается на бессознательном эмоциональном уровне, что позволяет в дальнейшем ассоциировать какую-то ситуацию с определённой эмоцией. Вы же с лёгкостью допоминаете моменты радости или эйфории. Таким образом, наш мозг записывает информацию по частям и делит её по неким тегам. Этого мужчину назовём событием А. И в тот момент, когда мы встречаем что-то похожее на события А и Б, наш мозг начинает кричать нам. Точно, здесь будет В! Мы это видели! Или нет? Но на самом деле наш мозг и сознание дорисовывают события В, потому что им так кажется. И заставляет нас с вами поверить в это. Такое часто случается, когда вы пытаетесь кому-то что-то доказать. И при этом вы на 100% уверены в своей правоте. Но на деле оказывается, что вы не правы. И допустим, у этого инцидента была видеозапись. И в тот момент, когда вам доказали, что вы не правы, у вас появляется странное чувство несправедливости. Как так? Неужели мой мозг меня обманывает? Так значит, после каждого доживи мне нужно бежать к врачу? Определенно нет. Маленькие сбои в мозгу, это нормальное явление для человека. Так что в следующий раз, когда вы столкнетесь с доживю, не стоит пытаться вспомнить, где же вы могли это видеть. И уж точно не думайте, что это было в вашей прошлой жизни. Это обычный сбой в мозгу, который никак не повредит вам. Только если это не повторяется каждый день. Это уже было! И это было все! Это уже было! Тогда, скорее всего, у вас проблемы с головой. Кстати, доживю, это не единственное вью, которое существует. И о подобных сбоях в нашем головном мозге я постараюсь рассказать в следующих видео. Например, почему мы забываем что-то очень важное в самый неподходящий момент. А на сегодня это все. Подпишись на канал, поставь большой палец этому ролику. И не забудь рассказать друзьям, откуда берется доживю. Всем пока! Робот R2-D2. Несмотря на то, что R2 не умел говорить, он отлично справляется. Что YouTube могут запретить в России. И причем сама новость не столь интересна, как то, из-за чего.